Екатеринбурженка Олеся Пархоменко намерена обратиться в суд на администрацию Верхседского района города из-за бездействия, которое она сломала руку. Проживающая в районе широкой речки, Олеся вышла на прогулку с собакой, не удержалась на обледеневшем тротуаре и упала, получив тяжелую травму. Девушка обратилась в администрацию района, чтобы узнать, кто ответственен за уборку тротуара по улице Мураново в районе дома номер 18. Ей честно признались – никто. Этот тупиковый участок улицы, за которым начинаются сады, просто не попал ни в один документ. Денег на его уборку не выделили и до следующего года выделить не смогут. Причем проезжая часть в план уборки попала, а тротуар нет. По-видимому, то же самое можно сказать почти про любой тротуар в городе, во всех районах администрациях, поскольку город последнюю неделю представляет из себя один сплошной каток. Причина образования льда вполне понятна. Оттепель в минувшие выходные и ощутимый мороз с самого начала рабочей недели. Законы физики не обмануть. Но не образоваться лед при таких погодных условиях не мог. Но, как говорил персонаж популярного советского телесериала Глеб Жеглов, правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать. С последствием погодных катаклизмов все то же самое. И пока екатеринбургцы почти не видят проявления этого умения. Наш зритель прислал нам видео небольшой экскурсии по одному из окраинных районов города, где, по его словам, любой выход из дома становится травмоопасен. Да, особенно во дворах прикольно. Вот такие виражи вот ледяные. И никто не убирает. Вот такая горка. Еще немного укачется под колес. Такие ледяные виражи вообще. Волки ухабы. Это все из-за льда. И как тут ходить? Ухабы вообще. Вон, особенно там. Это все каток из одних ледяных кончиков. Тут еще машины ездят. Так подскольнешься и ногами вперед, прям под автомобиль. Прикольно, да? Остаться инвалидом на всю жизнь. Если образование льда – процесс от человека независящий, то формирование тех самых кочек, бугров, колеи происходит в процессе человеческой жизнедеятельности. А иногда даже и в процессе уборки. Да-да, пытаясь хоть как-то справиться со льдом с помощью тракторной техники, с вращающимися щетками коммунальщики сами создают непреодолимые для пешеходов препятствия. Вот так выглядит тротуар, на котором уборочную технику в последние дни не видели. Да, он тоже ледяной, причем с толстой коркой льда. Но покрыт и утоптан снегом. Идти по нему не страшно и даже отчасти романтично, когда снег поскрипывает под подошвами. А вот так выглядит дорожка, где спасительный снег снят тракторной щеткой, а лед покрыт бороздами, кочками и отполирован. Как и широкая речка, Уралмаш по-прежнему считается отдаленным от центра районом. Может быть, в центре дела обстоят лучше. Вооружившись смартфоном, мы сегодня совершили экскурсию вблизи нашего офиса. Вот такие ледяные тротуары. Люди аккуратненько, аккуратненько по кромочке сугробов идут. Потому что здесь под ногами лед. Сплошной лед. На этом татуаре зона ответственности, судя по всему, разделена. Вот здесь есть какая-то граница, где почищено. Здесь уже не почищено. Здесь настоящий лед. Ничем не присыпанный. Лед. Можно кататься спокойно. Новостройки. Бизнес-центры. Крупнейший банк. И тротуар. Здесь явно пытались чистить явно механическим способом. Судя по вот этим вот боковым разводам. Это лед. Это улица Куйбышева. Здесь подсыпан щебнем лед. Но именно тротуар на проезжей части уже нет. На проезжей части лед. А вот дальше никто ничего не подсыпал. Здесь пройти весьма сложно. Весьма опасное местечко я нашел. Пройти по нему совсем непросто. Люди пытаются идти по краю дороги. Но поскольку я здесь встал, меня прикроется обходить. Порисковать. Как-то так вот часто-часто перебирая ногами, люди все-таки умудряются проходить. Обойдя меня, снова люди выходят на край. Потому что по той части тротуара идти невозможно. Вот смотрите, вон какая-то легкая девушка. Спокойно идет. Или юноша, сейчас не понять. Спокойно, не скорзит. Да, говорят, нет плохой погоды. Есть плохая одежда. В данном случае, видимо, у парня хорошая обувь. Ну-ка попробую, как он пройти по этой части тротуара. Ну, судя по всему, у меня тоже неплохая обувь. Хотя, конечно, раскальзываю. Женщина посмотрела, как я лихо прошел и решила с того края тротуара на этот перейти. Но не знаю, не знаю, насколько правилен ее выбор. Все-таки там, где снег идет чуть полегче. Вот правильно. Перешло. Вот правильно. По снежку, по снежку. Это не просто лед. Это лед в буграх. Если бы был хотя бы гладкий, можно было, что называется, прилепиться к нему подошвами. Приходишь-ка скользить. Но на буграх так не получится. Очень быстро споткнешься и упадешь. Вот такой спуск тротуара на въезд во двор. Просто галимый лед. Без всяких допущений. Просто лед. Вот здесь благодаря солнышку видно прекрасно, как сверкает лед. И как люди здесь ходят. Когда по тротуару идти невозможно, люди просто выходят на проезжую часть. Потому что здесь колесами, шипами снег и лед более-менее содраны. Поэтому иногда бывает безопаснее пройти по проезжей части, чем по тротуару. Ну, а я, пожалуй, сойду все-таки на тротуар. Если мне получится это сделать. Вот здесь тротуар посыпан так называемым мелким щеблом. Раньше мы это отсевом называли, сейчас называют мелким щеблом. Под ним утопленный снег и идти абсолютно не скользко. здесь плитка не вычищена, но обильно посыпана тем самым щебнем и не скользко. Песок отсев, или как его сейчас называют чиновники мелкий щебень возможно единственный верный способ борьбы со льдом на тротуарах. Да, такой щебень царапает плитку, на подошвах заносится в магазины и офисы, создавая в них грязь и опять же царапая пол, но на улице он реально работает. Причем как на снегу, так и на льду. Но судя по всему, как с тем тротуаром на улице Муранова, который вовремя не попал в план уборки и где Екатеринбурженка сломала руку, этот щебень был заказан в недостаточных количествах, поэтому на всех его не хватает. Ну что ж, там, где не хватило, нужно чистить лед. И отговорки, что очистить его невозможно, разбиваются конкретные примеры, которые нам сегодня также попались. А вот смотрите, абсолютно почищенный тротуар, значит можно, здесь ничего не подсыпано. Не знаю, толбили, не толбили, но как-то и смогли вычистить этот тротуар. просто какой-то островок счастья. Посмотрим, как далеко он продлится. Люди здесь идут, отдыхают ото льда. Там была плитка, здесь асфальт и тоже чисто. Значит можно? Похоже, чистили тоже механическим способом, судя по следам протектора. Но это не точно. Дальше у Сбербанка опять вычищен тротуар. Могут ведь, а? Резюме нашего сегодняшнего эксперимента со скользкими тротуарами бороться можно и нужно. Есть три реально работающих способа. Самый затратный просто брать и чистить лед, а затем следить, чтобы он не образовывался вновь. Менее затратный, но не менее эффективный, хоть и обладающий рядом недостатков, песок, отсев мелкий щебень. И, наконец, самый простой, довольно эффективный, хотя и предполагающий критику со стороны горожан и журналистов, не трогать те тротуары, где выпал снег и где люди протоптали себе тропинки. Не гнать туда трактора, создающие бугры и полирующий лед, но при первой же оттепели бросать в такие места все силы, чтобы не дать снегу превратиться в непролазную грязь.